Клятва Они всегда останутся вместе И то дело, которое они будут делать Будет приносить благо всем людям Действительно так и произошло Благодаря клятве этих троих друзей Родился большой, интересный проект Психологии третьего тысячелетия И в этом проекте уже много лет Проходят наши международные фестивали Первый фестиваль, второй фестиваль, третий фестиваль Они были небольшими, камерными Но очень душевными и семейными Я видела фотографии с КВНов Они такие смешные Атмосфера этих фестивалей Она полностью отражала настроение Этих троих друзей Потому что там, как и прежде До сих пор на фестивалях Можно соприкоснуться с мастерами проекта Посмеяться вместе Поговорить о серьезном Найти ответы на вопросы А иногда и подурачиться Потом был четвертый фестиваль Мне о нем очень много рассказывали Потому что он оставил яркий след в нашей памяти Это был мой первый фестиваль Четвертый фестиваль Я приехала в Портенит И выпало много снега Много-много снега Пальмы в снегу Холодно И нам приходилось копить этот снег Теплом своих сердец И это получилось? Это получилось И на пятом фестивале Впервые приезжаю я Помню этот момент Мы делаем вечеринку чистолав Слоган Зажигай на чистолав Здание было отдельное Мы готовились И за 20 минут до начала Представь Происходит короткое замыкание Сгорает все до тла За считанные минуты и мгновения Никто не пострадал Слава Богу Вместе с тем Вся аппаратура Которую мы брали в аренду Сгорела Но по меньшей мере Это было очень ярко Это было зажигательно И чистолав тоже проявился Потому что мы встретились с Костей Он приехал с нами Разбираться за сожженную аппаратуру А остался до сих пор И это Настоящая чистолав Это Настоящая любовь Шестой Вот к шестому мы стали Размышлять о том Что похоже название Влияет на то Что происходит с нами В команде И так как мы меняли место Новый отель Ялта Интурист Мы решили название сделать Тоже ярким Красивым Объемным Лидерство Выйдя за пределы Своих возможностей И на тот фестиваль Приехало в два раза больше гостей А это значит За считанные дни Нужно переделать все Трансфер Питание Походы Программы И каждый менеджер Который участвовал В организации Он действительно Выходил за пределы Своих возможностей Неоднократно А любовь увеличивалась Любовь увеличивалась И тема Развивалась И раскрывалась Внутри каждого Тогда мы стали Раскрывать Темы седьмого И восьмого Фестиваля Выбрали семью Единство Процветание Духовность И все Как-то Спокойно Достаточно Происходило Внутри команды Спокойно Внутри команды Но внешне Так же Ярко Насыщенно Красиво Я помню Что восьмой фестиваль Был моим Первым фестивалем Именно с тобой Мы вышли на новую орбиту Потому что Впервые приехали На эту базу А фестиваль Вышел на новый уровень Потому что Девятый фестиваль Мы назвали Искусство взаимоотношений Разумный диалог Нам предстояло Его построить В команде В процессе того Когда развивались Все яркие Фестивальные События И дни Нужно было Внутри Найти Этот момент Согласия И каждый день Мы строили диалог Мы учились этому Мы слушали друг друга Открывали сердца Ругались Мирились И становились ближе Стали ближе однозначно Именно тогда поняли Что поддержим Эту клятву Наших троих мастеров Что Несмотря на то Что бы ни с нами Не происходило Мы всегда будем Оставаться вместе Потому что Вместе Мы сильнее Десятый фестиваль Фестиваль юбилейный Когда приехало Много гостей Было много подарков Много событий Одним из подарков Был концерт Сати Казановой Одним словом Праздник Все собрались И поздравляли фестиваль Благодарили И каждый вспоминал Свой первый фестиваль Что тогда у него Впервые происходило Праздник длиною В десять дней Праздник длиною В бесконечной И сейчас В преддверии Одиннадцатого фестиваля Когда гости Уже сидят В этом зале Ведущие Ведущие стоят За кулисами Когда все Только начинается И сейчас В начале Этого Одиннадцатого Фестиваля Хочется сказать Что как и прежде Название Уже Мистическим Образом Работает И команда Фестиваля Может это Подтвердить И я думаю Что многие Приехавшие сюда Тоже найдут Пару-тройку Таких историй Но мы обязательно Услышим их В процессе Потому что Сейчас Все только Начинается Поехали Добрый день Дорогие друзья Добрый вечер Фестиваль Ну вот и дождались А повзрослели То вы как А загореть То как Уже успели А хорошие То какие А улыбаетесь То как Друг другу Посмотрите Посмотрите По сторонам Как улыбаетесь Друг другу Не смотрите Посмотрите Посмотрите Сзади вас Кто-нибудь улыбается А справа А слева Вот-вот Оказывается Все-таки Улыбаетесь И мы очень Вам улыбаемся Мы так Долго ждали Этой встречи Да А ведь На самом деле С прошлого фестиваля Прошел лишь Один год Один год Вот ты знаешь Я что подумала Вообще Вот 31 января Мы конечно же Все подводим Итоги И решаем Что будет В году Новом Текущем Но вот Лично у меня Как-то так складывается Что жизнь Складывается В этом году От одного Фестиваля К другому И я начинаю Загадывать Желание И придумывать Что-то Как раз таки К новому году А давайте Новый год Будет считаться Новым фестивальным Годом Например Ну а почему бы И нет Я вот тут тоже На елочку Даже немножко Похоже На ретро-тро Подарки И вот Сейчас чувствуешь Начинает пахнуть Мандаринами Как будто бы Кто-то Заносит оливье И мы начинаем Говорить Ну Где-то стоит Ёлка Мне кажется И мы начинаем Говорить Ну скажите Скажите Ну что у вас Случилось За этот год Скажите Пожалуйста Кто-нибудь За этот год Женился Поднимите руки Есть такие в зале Есть такие в зале Так А замуж Кто-нибудь Вышел за этот год Или это все В одной В весовой категории А родил Кто-нибудь В этот год У кого-нибудь Кого-нибудь Где-нибудь Внука Сестрицу Племянника Так поднимайте Поднимайте Повыше, повыше, повыше. Семье интересно. Мы вот так на вас смотрим, потому что эта белая штука не дает нам видеть вас. А кто переехал за этот год куда-нибудь? Переехали? Хотя бы из квартиры в квартиру. Есть такие? Все, все тут с этим хорошо. Два раза переехал. Кто больше? И как вы понимаете, за это время произошло столько всего интересного, что нам в самую пору с вами подвести итоги года ушедшего фестивального и наметить, как говорится, новый план. Тема-то серьезная. 1 плюс 1. Формула просветания. И равно еще 11. Это же ужас какой-то. Вот для меня гуманитария – это взрыв мозга, понимаешь? Мы еще тему эту придумывали, я тебе говорила, ну как может быть 1 плюс 1 равно 11? Ну, а у меня в школе было 4 математики в день, поэтому мне было это название прям по сердцу. А мне вот сейчас, вы знаешь, без квалифицированной помощи здесь не обойтись. И без тех, без кого Новый год фестивальный не встретить, тоже не обойтись. Поэтому давай их срочно вызывать сюда, на эту сцену. Потому что я не совсем понимаю, что значит 1 плюс 1 равно 11. Но вот внутреннее изобилие и внешнее процветание, как они связаны, эта тема очень интересна. Да, у нас есть люди, очень интересные люди, которые могут рассказать, разгадать формулу, почему все-таки 1 плюс 1 равно 11. И один из них очень удивительный человек, очень интеллигентный. А, начинается интересная игра. Кирилл Игоревич, он обычно любит шарады. Так. Да, необычный. Так. О нем расходятся легенды. Сейчас, если раньше они расходились в таких папирусах, то сейчас о нем легенды расходятся через сеть интернет. Да, ну, таких здесь, знаешь, 1 на миллион, наверное. Кто интернетом пользуется и про кого там пишут. Может, еще что-то? Такой, как он, это 1 на миллиард. Так. Вот. И когда его видят люди, они все сразу вокруг него собираются и хотят что-то услышать. Так. И как вы думаете, кто это? Кто это? Дед Мороз, говорят люди. Правильно. И кто же Дед Мороз? Наш Дед Мороз. Самый лучший Дед Мороз в проекте «Психология третьего тысячелетия». Рискну предположить, я однажды даже видела этого человека в костюме Деда Мороза на суровой казахской земле, что это Олег Гадецкий, руководитель проекта «Психология третьего тысячелетия». Олег Георгиевич Гадецкий, попросим вас на эту сцену. Олег Георгиевич Гадецкий. Рады встрече. В новом фестивальном году. Ну, тут, конечно, дальше легче будет разгадывать загадки, потому что у самого лучшего Деда Мороза есть самая лучшая Снегурочка. Самая привлекательная, самая обаятельная, самая непредсказуемая вообще. В этом мире больше нет другой такой женщины, которая может быть более непредсказуемой, чем она. Я думаю, тебе это близко. Да, мне близко. Я просто в этот момент подумала, кто будет третьим персонажем, но сейчас не об этом. Я, конечно же, догадываюсь, что роль самой волшебной из всех привлекательных и самой привлекательной из всех волшебных Снегурочек играет кто? Марина Таргакова! Новый фестивальный год с Мариной Замшарифовной Таргаковой! Красивая, как весна, свежая, как дуловение летнего ветра. Наша Снегурочка сегодня. И такой Новый год, конечно же, не может обойтись без особенного человека. Вот это интересно. На каждом Новом году должен быть... Один директор фестиваля. Нет, должен быть волшебник. Какой директор фестиваля? Ну, в моем случае это так и происходит. Это один и тот же человек в одном лице. Вот, когда-то роль доброго волшебника для меня сыграл именно директор фестиваля «Психология третьего тысячелетия», который сказал, ну и не беда, что вся жизнь меняется, айда к нам в команду. И вся моя жизнь тогда очень круто изменилась. Спасибо вам большое. Сергей Витальевич Аваков. Вы настоящий волшебник. Ну вот теперь, вот сейчас, к празднованию нового фестивального года мы готовы. И, как говорится, пламенная речь, как вот телевизор. Когда собираются взрослые дома, когда празднуется Новый год, детей отправляют играть в соседнюю комнату. Поэтому, собственно говоря, мы готовы выполнить эту роль, оставить взрослых наедине. Они обсудят секреты, которые хотели бы поделиться с друг другом и планами на следующий фестивальный год. А мы и другие дети будут подслушивать. Вот, оказывается, как оно сейчас будет. Вам, пожалуйста, слово. Знаете, сейчас уникальный у нас, конечно, здесь разговор. Потому что за все 11 фестивалей нам первый раз сказали, о чем он должен быть. Нас попросили раскрыть тему фестиваля. Во всех остальных случаях мы сами соображали на сцене, что мы должны говорить. Во-первых, добрый вечер. Большое спасибо, что вы приехали. Для нас это огромная радость. И пока вот собирались все в зал, мы сидели, разговаривали о том, что праздник, вот фестиваль это такой праздник лично для нас. Я думаю, для вас тоже это праздник. Все такие красивые, все такие лучистые. И вот это ощущение праздника, оно очень сердечное такое. Праздник – это явление сугубо духовное. Потому что после праздника у людей на долгое время остается вот это послевкусие. Поэтому вам огромное спасибо, потому что если бы вы не приехали, никакого бы праздника не было. Поэтому спасибо вам большое. И пока я смотрела тоже вместе с вами на этот ролик, который показывали, вспоминала все эти фестивали за все годы, которые прошли. И, конечно, вспомнила ту самую клятву, которую мы давали высоко в горах Кавказа, под лунным небом, под звездами. Это было очень как-то так сердечно, очень так по-настоящему. Знаете, вот я не знаю, в детстве вы клялись друг к другу, резали там. Вот я, например, помню, резала там руки, клялись кровью вот так. Вот это было что-то такое, что я знала, что, ну вот как знаете, это то, за что можно идти на эшафот. Вот какой-то такой вот просто было очень... И тогда мы знать не знали, что будет вообще. Мы просто знали, что будет непросто, и поэтому дали такую клятву друг другу. И за это время прошло очень много, на самом деле, много воды утекло, мы менялись. И я очень благодарна всем тем, кто поверил, пошел. И это такая клятва, она не между тремя, на самом деле. А она какая-то такая расширяющаяся клятва верности, клятва преданности и такая клятва служения, что ли, обществу. И я очень рада, что многие-многие присоединяются, и мы идем вместе. И вот все те, кто приехал сюда, я очень надеюсь, что вам тоже здесь что-то откликнется в сердце, что-то станет очень-очень вашим, и вот эта самая формула процветания, ведь сколько бы сюда человек ни приехало, но каждый из вас один, единственный, уникальный. И приехал еще второй, единственный, уникальный. И третий, единственный, уникальный. И нас будет не то, что 11. Пусть нас будет 11 миллионов, пусть нас будет еще больше. И пусть все будут следовать закону чистоты, закону нравственности, закону любви. Вот эту формулу мы с вами вместе будем открывать, мы будем вместе ее доставать из своих сердец, потому что она есть внутри нас, это не что-то извне придуманное. Это то, что вшито в сердце каждого человека, на что это сердце открывается. Вот мне бы очень хотелось, чтобы этот фестиваль был об этом. Спасибо вам большое. Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо огромное, что вы вместе с нами. Спасибо, что вы приехали. Хочется также поприветствовать нашу интернет-аудиторию, которая смотрит эту трансляцию. Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что вы здесь. А знаете, мы с Мариной до нашей сегодняшней встречи прогуливались здесь по залу, и у меня такое ощущение, мы поделились вместе. Как будто мы, ну год назад, хотя это было, но как будто мы вчера зашли вот оттуда, вышли сюда, и снова здесь, знаете, все повторяется. Мы уже здесь несколько раз проводим наши фестивали. Хочется выразить благодарность руководству этой базы, которая по-доброму всегда нас встречает. Хочу вас спросить, как вы разместились, как вы чувствуете, как вас накормили. Пожалуйста, как-то помашите или дайте знать. Спасибо большое. Заранее прошу прощения за какие-то возможные ошибки и неполадки, но очень скоро все будет устранено, и вы будете чувствовать себя замечательно, комфортно. Спасибо большое нашим замечательным детям. Здесь много деток, и я обратил внимание, что есть несколько семей, которые приехали в ожидании детей. И вот эти вибрации, которые здесь мы вместе будем излучать, особенно благоприятны для детей, которые ждут своего рождения. Спасибо, что несмотря на то, что это действительно большой такой труд, вы приехали вместе с детьми. И сейчас, когда речь шла о процветании, когда мы смотрели этот ролик, я вспомнил вот этот образ Олега Георгиевича, который приехал туда, в те горы Кавказа. Представьте, он, ты уже, наверное, сам забыл, но я тебе расскажу. Он ехал, был один какой-то длинный перелет до Краснодара, потом из Краснодара его везли где-то часа четыре до еще одного населенного пункта. И потом нужно было шесть часов ехать на внедорожниках по горным таким тропам, каким-то по руслам рек. Это было такое очень... И потом Олег Георгиевич, когда туда приехал, он был полностью вообще, ну, очень сильно уставший. Но при этом вот эти горы, вот эти образы удивительные, и та вода там, там такое место было, там 23 целебных источника. Олег Георгиевичу дали это из живой воды, и он попил и говорит, я готов продолжить, ну, снова этот весь маршрут, чтобы появились какие-то силы, вдохновения. И для меня процветание – это прежде всего такая внутренняя жертва, жертва ради друзей, ради чего-то большего, когда я готов оставить свой комфорт, выйти из зоны комфорта и пойти на что-то ради того, чтобы сделать счастливым не просто себя или свое тело порадовать. Потому что сейчас главная проблема людей – это стремление к наслаждению, комфорту, но подлинное развитие, подлинное процветание находится в зоне, где мы выходим из своего комфорта. Так вот, наш фестиваль об этом. Нужно будет приложить усилия в эти зоны комфорта, увидеть друг друга, встретиться друг с другом, соединиться. И вот в этом соединении возникнет удивительная энергия, которую называют синергией. И благодаря этой энергии происходит подлинное процветание. Не процветание вот сиюминутное, что-то урвал и потом потерял все это, и потом все это потеряла вся семья. А настоящее долгосрочное процветание возникает благодаря этому. Добро пожаловать на фестиваль. Будем вместе творить эту атмосферу. Ничего, что я твою историю рассказал. Я с интересом ее послушал, думаю, кто тут странный человек был. Хочу тоже вас поприветствовать на этом фестивале. Я, знаете, я размышлял над его названием. Оно необычное. Формула процветания 1 плюс 1 – 11. Чтобы это случилось, я думаю, несколько секретов должно нами быть реализовано в нашей жизни. Этим секретом мы будем учиться здесь, на фестивале. Первый секрет. Сначала должна появиться единица. К сожалению, очень многие люди этой единицей не являются, являются такими нулями. Когда, знаете, много суеты, много разных ролей, которые мы играем, но вот эта вот полнота, личность, она изнутри не проявляется. Есть просто внешняя форма. Я не знаю, похоже ли это на вашу жизнь. Давайте начинать вместе размышлять. Итак, первый шаг к истинному процветанию – должно появиться процветание личности. То есть личность должна раскрыться. Появится единица настоящая. Вот это первый шаг. И этому первому шагу мы с вами будем учиться. Учиться быть самим собой настоящим. Мне очень нравится одна еврейская поговорка. Будь самим собой, потому что никому кроме себя это не получится сделать. Вот это первым, чему мы с вами будем учиться здесь. Вторая возможность, которая у нас раскрывается, если первый шаг к настоящему успеху, к настоящему процветанию сделан, это вступить в отношения с другим. Когда вот эта наполненная личность, она начинает строить настоящее отношение. Только такая личность может построить здоровые взаимоотношения. Семья, дружба, партнерское, деловое сотрудничество. Это разные такие сферы проявления отношений. Но во всех них должна быть личность, которая вступает в такие зрелые отношения. И только такая личность может помочь другому человеку также стать вот этой единицей. Это вторая наша с вами задача, которую мы с вами здесь будем осваивать, вторая цель, вторая вершина истинного процветания, настоящие взаимоотношения, где проявляется вот эта удивительная энергия сотворчества. Но дальше, знаете, вот когда разные люди освоили это искусство, быть самим собой настоящим и позволить другому рядом с собой быть настоящим, появляется настоящее общество. То, что Марина говорила, когда есть один, один, потом еще один, потом еще один, один, уже будет не одиннадцать, а много-много-много всего. Поэтому мы с вами собрались на фестиваль, чтобы, во-первых, проявить общество здесь и далее, чтобы вот эту культуру настоящего общества, где нет зависти, где нет жадности, где нет эксплуатации, где нет равнодушия, а вместо этого есть поддержка, помощь, сотрудничество, сотворчество, милосердие, настоящая культура, нравственная, духовная. Мы с вами здесь будем учиться строить такое общество. Добро пожаловать на этот фестиваль. Я хочу сказать, что я вместе с вами буду осваивать путь к этим трем вершинам, потому что для меня они так же важны, надеюсь, как и для вас. Я сейчас спрашиваю Сергея, сколько мы вместе, где-то 12 лет мы вместе. Я хотела бы спросить у вас в обоих, а что изменилось за эти 12 лет внутри вас? Вот какими, что произошло, какие качества приобрели, что не внешние, а именно внутренние. Вот хотела поинтересоваться, что самое ценное. Понятно, много всего, но лично для вас самое ценное что? Спасибо за этот вопрос. Много всего произошло, действительно много внешних событий, много больших и маленьких программ, достаточно много совместных слез. За это время мы потеряли ни одного близкого друга, ни на одной месте были свадьбы, и ни один ребенок родился за эти годы. Но самое главное, что происходит внутри. И лично для меня очень ценно то, что мы дружим вместе, мы держимся друг за друга, и то, что благодаря этому происходит лично для меня, какое внутреннее изменение, это то, что благодаря твоей любви и благодаря твоей поддержке и вместе с тем очень большой честности и открытости происходит постепенное очищение сердца. То есть Марина обладает таким удивительным свойством, с одной стороны, давать такую очень большую любящую поддержку, веру, вдохновение, а с другой стороны, бескомпромиссно, очень честно, прямо говорить о каких-то несоответствиях в поведении, в характере. И это самое ценное, что может быть. Это иногда больно, это иногда трудно, но вот эта честность и чистота, и ты понимаешь, что человек реально хочет блага для тебя. И вот то, что это у меня есть, это самая большая ценность, это позволяет мне очищаться внутренне. Спасибо тебе большое. А то, что я учусь у тебя, дорогой Олег, я вот за 12 лет, я ни разу не видел Олега Георгиевича разгневанным. Меня можно увидеть разгневанным за 1 час 12 раз. Я за 12 лет ни разу не видел Олега Георгиевича разгневанным. Тебя, Олег. Я все жду, когда же это произойдет. Но это не происходит. Я шучу, конечно. Но всегда человек, он живет в двух режимах. Он чего-то хочет, и когда что-то он получает, то он радуется, он счастлив. Если что-то не по его желанию, не по его прихоти, он приходит в гнев и в раздражение. И вот в этих качелях живут обычно люди. Но я наблюдаю, я думаю, вот вообще, как это возможно? И это для меня, когда я прихожу в какое-то такое, вот знаете, возбуждение и собираюсь разгневаться, если я вспоминаю Олега Георгиевича, иногда мне удается эту паузу включить и как-то так удержать на какое-то время. И это то, что внутри происходит, я вот поделился. Ну, такой настоящий вопрос. Я подумал, что, может быть, я чуть-чуть научился любить. Что для меня чуть-чуть стали дороги другие люди, и я чуть-чуть научился открывать свое сердце для них. Чуть-чуть совсем. Чуть-чуть открывать сердце к старшим, к наставникам, по-настоящему доверять им. Чуть-чуть научился радоваться тем, о ком я могу позаботиться, что-то сделать. Не о себе думать, а для кого-то что-то делать. Чуть-чуть. И чуть-чуть научился, может быть, дружить. Я думаю, что вот это, может быть, самое важное, что во мне произошло за эти 12 лет. И я думаю, это не могло бы произойти без вас. Вы такие необычные люди. Меня вчера интервью небольшое брали и спросили, кто такие для вас, Марина Таргакова и Сергей Аваков. Я сказал, они сумасшедшие люди. Никогда не понятно, что от них ожидать. Я сказал, что я ожидаю их приезда. Непонятно, что из этого получится, но я надеюсь, что всегда все что-то хорошее из этого происходит. С вами очень непросто порой, но точно совершенно никогда не бывает скучно за все 12 лет. Пока Олег и Сергей отвечали, у меня такое, как, знаете, кино внутреннее проносилось в сердце. И все, что вы говорите, оно так очень откликается в моем сердце. Мы действительно прошли очень такой интересный путь, непростой. Порой мы просто... Очень непросто было сохранять эту клятву порой. Порой хотелось вообще-то расстаться, честно. Но мы понимали, что это неправильно. И мы опять и опять поворачивались друг к другу, садились напротив и разговаривали. Но порой было совсем непросто. И каждый из нас понимал, что это какая-то нечистота лично в моем сердце. Почему мы не можем найти общий язык? Это вот нечистота в моем сердце. И если я пройду сквозь это, то нам будет легче. И это огромная ответственность за других, которые на нас смотрят. И искренне верят. И искренне надеются. И ты не можешь подкачать. И вот это ощущение очень интересное. Как будто на грани вот такой вот все время идешь, как по лезвию такому. Вот это действительно такая очень правдивость. Очень ценность выросла правдивости. Очень выросла ценность чистоты. Очень выросла ценность бескорыстия внутри. Очень выросла ценность дружбы. Очень выросла ценность преданности. Вот такие очень действительно какие-то такие значимые вещи. Они внутри росли благодаря моим друзьям. Действительно. Я хочу сказать, что так получилось, что с Сергеем, я не знаю, кто мы с ним друг к другу. Это как будто такая родственная душа, с которой мне легко. Я могу все рассказать, все как есть на духу, поругаться, поплакать, покричать друг на друга. Мы действительно очень темпераментные оба. Вот. И Олег, это такое для меня, это разум. Это порой такой взгляд. Мы иногда вот так смотрели друг на друга и думали, Боже, что это? Это как будто, знаете, как будто лед и пламя порой сходились, да, и вот просто вот, ну, терпели друг друга, очень сильно так напрягались. И вот огромные изменения во мне происходили благодаря вот этому. Благодаря этому накалу. Как знаете, плюс и минус, минус я была. Плюс он был. Это всегда так. Он действительно очень порядочный, глубоко терпеливый человек, смиренный. Очень у него так все. А я такая... Ну, вот благодаря вот этим... Это было не плюс, это было два минуса. Но там, знаете, ток шоу. И вот этот ток, он не давал омертветь чему-то, очерстветь чему-то. И шелуха отпадала просто вот, ну... И вот это для меня очень дорого было. И за это время мы очень сблизились. Очень сблизились. Когда мы давали клятву, мы, пожалуй, не давали себе отчет, чем это вообще чревато. Вот. Но для меня это самые близкие люди моего сердца. Для меня они самые дорогие друзья. И я обожаю, что они разные такие. И мне очень хочется творить дальше вместе. И я опять не представляю, что будет дальше. Вот. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Хорошего фестиваля. Поаплазируйте друг друга, поприветствуйте друг друга. Было бы хорошо, если бы вы встали и поаплазировали друг другу. Только развернитесь друг другу, пожалуйста, и поаплазируйте. Это было удивительно. Это было потрясающе. И действительно, нам удалось подслушать такие разговоры взрослых. Спасибо вам огромное. Когда мы уходили за кулисы, и ты вроде как в шутку сказал, что мы подслушаем какой-то серьезный разговор, я не представляла, что мы сумеем стать свидетелями серьезного итога 12 лет, 12 лет, вот только вслушайся, 12 лет совместного служения. 12. Вот ты что-нибудь делал вместе 12 лет с кем-нибудь? Для меня это вообще страшная цифра, поэтому не спрашивай. Ну, я не представляю, но теперь, понимаешь, видя такие примеры, не страшно. Это значит, что лет так через цать мы вполне с тобой имеем возможность здесь встретиться. Да, ну а что, ведущие же песни года, они же до какого-то ходили? Много лет, правда? И вот мы уже в каком-нибудь возрасте, так уже постарше с тобой, вполне имеем возможность выйти, сказать здравствуйте. Мы начинаем. Какой фестиваль? 35-й. 35-й. Дай Бог здоровья. Но знаете что, друзья, вот за это время все может измениться. И мы повзрослеем, дай Бог, поумнеем, помудреем. И вообще в жизни много перемен. Да. Но есть вещи, которые в жизни никогда не меняются. И у нас на фестивале тоже есть определенная, так сказать, чтобы вещь, но кое-что, что никогда не меняется. И всегда так же хорошо, как это было на самом первом фестивале, и так же хорошо, как это будет сейчас. Вот сразу все поняли, о чем речь идет, правда? Моментально, да? Догадались? Нет? Ну как же? Ну все же так понятно. Это что-то, когда к нему кто-то приходит, потом этот кто-то может уйти, это что-то, это эти люди не меняются, а вот эти взрослеют. Понимаете? Ближе, тепло, холодно. Приводят маленьких, побольше, побольше. Кому-то? Кто эти кто-то? А сами остаются неизменными. Непонятно, да? В общем, загадки не наш конек. Забыли. Есть на нашем фестивале детская программа. Да? Это действительно ребята, которые к ним приводят малышей. Они растут у них на глазах. Кто-то недавно вспоминал, боже, это ты, мы-то из нас, нам же привозили тебя там на второй фестиваль, совсем малышка. А сейчас ты уже песни поешь. Вот. И это они, люди, которые с открытым сердцем готовы встретить каждого ребенка. И открою вам один секрет. У нас на фестивале детей практически ровно в два раза меньше, чем взрослых. Настолько много у нас детей. Там сидит вот целый зал взрослых детей. И у нас половина есть, половину могут занять только дети. Давайте поаплодируем друг другу. Пусть так будет всегда. И пусть детей у нас будет много. Встречаем детскую программу, чтобы всегда у них была работа на нашем фестивале. АПЛОДИСМЕНТЫ Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему? Дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Не жалеть для друга ничего. Думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... Привет! Мы ждали вас, Чтоб подарить нашу любовь и счастье в глазах. Дети, привет! Наш фестиваль Всем выдает жизнь счастливый билет. Лучше и все лучшее ждет нас, приходи. Будем дружить и с тобой друга ты позови. Наш фестиваль Тебя так ждал. Лучше и все лучшее ждет нас, приходи. Ждет нас, приходи. Радость внутри В сердце мечта Нам подружиться бы с вами пора. Солнце жмелый Согреет теплом Чтоб каждый унес лучик света в свой дом. Лучше и все лучшее ждет нас, приходи. Будем дружить и с тобой друга ты позови. Наш фестиваль Наш фестиваль Тебя так ждал. Лучше и все лучшее ждет нас, приходи. Ждет нас, приходи. Ждет нас, приходи. Лучше и все лучшее ждет нас, приходи. Лучше и все лучшее ждет нас, приходи. Ждет нас, приходи. Лучше и все лучшее ждет нас, приходи. АПЛОДИСМЕНТЫ СЛЕКТЫ вас на фестивале а для меня это первый фестиваль и мы здесь с вами будем петь обниматься и писать и петь обниматься и плясать и снова петь обнимать да и для меня это тоже первый фестиваль и я все я приглашаю на детскую программу приходите придете еще раз чем придете о всем другое дело до встречи красиво так как не забыть бы напомнить вам дорогие родители такие в зале есть родители серьезно так хочется родители в зале есть вы знаете что завтра у вас важная встреча родительское собрание родительское собрание в 9 45 утра знаете в разных местах сказали вы все знаете просто вас попросили напомнить что завтра в 9 45 вас ждут с вашими детками для того чтобы вы могли договориться с детской программой 9 45 а мы продолжаем нашу программу и есть еще одна удивительная команда на нашем фестивале с которой вам предстоит познакомиться есть команда таких людей встречи с которыми всегда долгожданно потому что они приезжают на фестиваль так же как и все наши учителя с огромными подарками весь год они колдуют что-то находят самое интересное и вкусное привозят сюда и собирают это в мастер-классы и здесь на фестивале у вас будет возможность соприкоснуться с этими людьми встретиться с ними познакомиться специально для вас мы пригласили в этот раз встречайте да вот у меня вопрос только будет ли выходить сейчас вы человек на сцену боял у нас есть данные что не все есть в зале но они все приедут к моменту проведения мастер-класса не кивает наш режиссер головой говорит так и есть поэтому представляем первый мастер-класс это мастер-класс дмитрия абердерфера финансовое благополучие и разумное управление личным капиталом добрый вечер друзья сказать как долго я сюда шел на эту сцену наверное можно сказать одной цифры 12 лет представляете вот я не знаю как так совпало я можно присоединиться к этому разговору взрослых людей действительно нашему проекту 12 лет книгу которой талисманом нашим проекта является тоже 12 лет мая исполнилось этого года я очень рад что такое совпадение видимо вот пути нас сейчас есть тот мастер-класс который я привез он очень дорог нашим с вами семьям я сам своей семьей живу в этом образе финансовой культуры и это лишь одна составляющая успеха на самом деле в журнале 70-го года я нашел определение здоровья и оно звучало так это состояние физического духовного и социального благополучия ну с духовным благополучием здесь все прекрасно с физическим тоже я смотрю мы здесь потанцуем с вами один раз а вот социальную культуру и финансовую культуру я к вам привез вы знаете еще один момент такой интересный я нашел здесь стих преподобного воровца нофия оптинского я бы хотел его зачитать это примерно то что произошло наверно с многими из нас том числе со мной называется на возрождение давно в дни юности минувший во мне горел огонь святой когда души моей покой был безмятежный живущий дней дух невидимо хранил ее от злобы и сомнения от пустоты тоски томления и силы чудные чудное живил но жизнью я улегся шумной свою невистную красоту и светлый мир и чистоту не мог я сохранить безумный и вихрем страстным увлечений охваченный я погибал но снова к богу я возвал слезами горки к сожалению и он проник моим стенанием и мир ангела послал и к жизни чудное вновь призвал и исцелил мои страдания то есть друзья мы да все мы идем каждый по своему пути и когда-то мы приходим к богу ангел нас приводит вот такие встречи не случайные вы знаете сегодня утром еще пришло мне сообщение случайно с владивостока меня поздравили сегодня с днем семьи любви и верности память святых петра февронии муромских я думал целый день а как так на один месяц ошиблись а на самом деле не ошиблись друзья мы сегодня действительно день семи любви и верности у нас просто сами настал на месяц раньше всех поздравляю спасибо большое большое и приглашаю вас на мой мастер-класс давайте становиться финансово культурными здоровыми еще сильнее и а я приехал у вас учиться семейному благополучию и вот то что сегодня я припитался целый день этой семейной культурой меня очень сильно порадовал спасибо огромное запрещено большое и наши аплодисменты следующую на эту сцену мы хотим пригласить удивительную прекрасную девушку которая зовут валерия к детская которая проведет мастер-класс движение звук нас есть валерия валерия поднимается на сцену под ваши аплодисменты мастер-класс валерии будет называться движение звук здравствуйте на фестивале я буду вести мастер-класс движение звук как уже сказали в нем собраны различные актерские голосовые телесные практики на занятии мы будем с вами работать со всем нашим психофизическим аппаратом почувствуем связь движение звука в теле будем избавляться от зажимов мы познакомимся с такими понятиями как действенное слово действенный жест исследуем как с их помощью эффективно доносить мысли окружающим людям благодаря этому мы раскрепостимся обретем выразительность жизни на сцене я буду рада видеть вас на своем мастер-классе валерия мы рады встрече с вами присоединяйтесь мастер-классу процветания и традиции жизни добрый вечер мастер-класс который я буду представлять состоится после завтра с утра после завтра и после после завтра два занятия у нас будет они будут посвящены поиску предназначения поиска своей миссии и ответом на множество вопросов зачем я здесь микрофон еще рассказать еще раз так слышно мастер-класс который мы будем представлять будет называться профессия призвание миссия что такое призвание зачем я на этой земле для чего родился и куда я живу большое спасибо всех приглашаю спасибо большое олег следующим мастер-классом является мастер-класс сергея степанова самодиагностика родительское детских отношений нужна помощь зала здесь ли сергей степанов похоже что нет это тот самый преподаватель который еще прибудет на фестивале нас ждет эта встреча что же вы кости подводите включить микрофоны следующим на эту сцену мы хотим пригласить удивительного человека и самого большого друга всех наших детей это алексей бабаян с который на фестивале проведет мастер-класс счастливые дети счастливые родители добрый вечер добрый вечер спасибо добрый вечер дорогие друзья очень рад приветствовать вас в этом зале с радостью буду ждать вас на мастер-классе счастливые родители счастливые дети ибо дети которые сегодня приходят нашу жизнь их называют детьми света благодаря их тонкой мудрой природе для того чтобы ладить с ними для того чтобы выстроить с ними глубокие сердечные взаимоотношения нам необходимо самим научиться быть родителями света об этом пойдет речь на этом мастер-классе спасибо вам спасибо большое алексей ваши аплодисменты алексей бабаян сейчас зал безусловно также взорвется овации потому что ведущего этого мастер-класса все прекрасно знают но я сразу предупрежу чтобы вы не расстроились что в данную минуту он не будет на сцену он в пути в дороге и скоро присоединиться к фестивалю а мастер-класс этот проведет дмитрий пшонка мастер-класс будет называться ловцы настоящего и следующий нас ведущий мастер-классов которого мы хотим пригласить на эту сцену это евгений койнов который проведет на нашем фестивале мастер-класс владения звуком ключ к изобилию добрый вечер дорогие друзья я рад вас всех видеть это первый раз когда я в этом качестве выступаю на фестивале по 3000 звук это явление через призму которого мы будем смотреть на синергию на полноту на отношения взаимодействия чтобы не занимать ваше время просто вам коротко спою то что мы будем с вами делать как часть нашей программы и разойдемся по-хорошему уходят кони над рекою спасибо ищут кони спасибо евгений ну а следующий мастер-класс у него сразу трое ведущих это михаил бурняшев алексей устюжанин и андрей векшин мастер-класс имеет название богатство семьи и семейные узы в данный момент на сцене мастер-класс представляют андрей векшин и алексей устюжанин мы ждем нашего дорогого коллегу михаила бурняшева и это уникальный мастер-класс потому что будут три специалиста три дня и три темы ведущие к одной цели богатство семьи семейные узы мы приглашаем вас на этот мастер-класс приходите пожалуйста добрый вечер дорогие друзья знаете ли вы свой род да ответят многие я знаю свою бабушку дедушку и может быть чуть дальше а хотели бы вы узнать что там в глубине истории в истории вашего рода узнать о пятом седьмом а может быть десятом поколении практическая генеалогия приглашаю на мастер-класс спасибо за приглашение последним я думаю очень интересным мастер-классом который мы представим сегодня будет даже не совсем мастер-класс это бизнес-клуб который ведет сергей зайченко и тема бизнес-клуба в этом году три шага к прорыву три шага к прорыву добрый вечер дорогие участники я тут много говорили о процветании богатстве соответственно бизнес это тоже об этом я приглашаю всех кому нравится заниматься бизнесом кто хочет развиваться в этом направлении приглашаю на бизнес-клуб и можно уже завтра записываться телефон который указан в книжке это мой телефон можете мне звонить уже записываться жду вас спасибо большое спасибо большое сергей спасибо все ведущие мастер-классов ну что друзья в ваших тетрадях ваших блокнотах фестивальных которые вы получили вы еще более подробно можете ознакомиться с описанием этих мастер-классов выбрать то куда бы вы хотели пойти и где хотели бы с кем хотели бы провести эти часы мастер-классов к сожалению посетить все мастер-классы не удастся но обменяться впечатлениями всегда можно будет ну а сейчас во первых олег олег нужно убрать стойку вот потому что мы хотим пригласить на сцену костя нам нужна другая музыка сейчас какая-нибудь вот не такая вот другая чуть-чуть по настроению спасибо большое нас на самом деле будоражит очень в этом году у вас необычное название мы очень долго над ним думали совещались изобретали спорили и в конечном итоге сначала придумали формулу и поняли что формулу эту нужно чем-то объяснить и из этого родился слоган фестиваля от внутреннего изобилия к внешнему а после этого мы искали и стали искать как бы мы могли вам это на примере показать и после долгих-долгих поисков нам улыбнулась удача удача улыбнулась нам на просторах интернета когда мы стали одними из зрителей роликов который уже набрал на тот момент больше двух миллионов просмотров и спасибо компании Samsung который выпустил этот ролик в широкий доступ и мы смогли через этот ролик познакомиться с одним удивительным человеком и сейчас мы приглашаем вас к нашим экранам вы увидите все сами а дальше мы это обсудим мне светло вы видите 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 всю эту красоту просто почувствуйте оглянитесь вдохните это это наш мир все это нужно увидеть я ослеп в 11 лет мое мое остаточное зрение всего 2% из 100 на самом деле это очень мало и одновременно очень много я вижу шум хруст снега я вижу горизонт и я иду к нему и я иду к нему Сложно передать словами всю красоту нашей страны, нашей природы В какой-то момент мне захотелось поделиться этим Так я начал снимать Пусть у меня нет возможности видеть, но есть возможность показать Это повод задать себе вопрос Почему слепой парень показывает мне мир? Почему всего этого не видел я? Это повод увидеть свои возможности Повод заглянуть за горизонт И как вы успели догадаться Фестиваль он всегда готовит встречи с необычными личностями И так как в этом году наша тема От внутреннего изобилия к внешнему То нам повезло Александр Журавлев В этом году с нами на фестивале Здравствуйте, Саш! Добрый вечер всем АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо большое. Еще раз всех приветствую. Хочу сказать огромную благодарность всем организаторам, ведущим, главным организаторам, всем вам, всем, кто приехал с разных городов, детям, взрослым. Всем огромное спасибо. Этот ролик – это подарок от меня для вас. И он основан на внутренних вещах. Так как, несмотря на ослабленное зрение, которое у меня сложилось в 11 лет, я продолжил жить, развиваться творчески, духовно, нравственно, помогая людям. И это очень здорово. Я впервые на этом фестивале. Это огромная честь для меня. Я сердечно благодарен всем вам. Я вижу вас очень плохо, но чувствую и слышу очень хорошо. И я вас приглашаю на творческий вечер, который будет 11 числа в этом же зале. С большей программой, где будут представлены фотографии, мои работы о нашей прекрасной стране, пейзаже. Душевно проведем время, пообщаемся. Все дети, взрослые, все участники, организаторы, все, пожалуйста, с великой радостью и с большой любовью. Спасибо вам большое, Александр. Я вам честно признаюсь, я очень ждала этой встречи. Мы когда смотрели этот ролик, и потом приглашали Александра, и долго ждали ответ, ну как бы ждали, волновались, согласиться, не согласиться. Далеко все-таки Екатеринбург, мы, лето, много планов. И когда Александр согласился, я прям ждала встречи с этим человеком. Поэтому 11 числа здесь у нас будет необычный вечер. И мне кажется, этот необычный вечер начался прямо сейчас. В тот момент, когда вы и мы могли с ним познакомиться. Как хорошо, что есть такие люди. Мы с вами продолжаем искать эти крупинки внутреннего изобилия, которые могут проявиться во внешнем. И хотим вас познакомить с удивительной семьей, которая вдвоем как раз может проявить один плюс один. И в конечном итоге то, что рождается у них вместе, может быть даже намного больше, чем просто 11. Да, люди, которые умеют свой внутренний талант воплощать в прекрасное творчество. Встречайте, это семья Сколовых, Виталий и Антонина. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Как хорош этот миг, перед вкушением дышит все это чудо. Волшебство и восторг, все пронизано радостью, свет повсюду. Не пропусти, в сердце впусти, впусти. Мы вместе с тобой делаем шаг, путь нас солнечный ждет. Навстречу судьбе, путь красоте, пусть печаль вся уйдет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Наполнил нас счастьем и подарил Нам время любить и мечтать Время сердца открывать Ваши аплодисменты Удивительная семья Сколовых, Виталия и Антонина И с ними нас тоже ждет прекрасный творческий вечер на этом фестивале Вечер изобилия, таланта и красоты Я думаю, что вы уже смогли понять, что действительно 1 плюс 1 может быть и 2, и 3, и 11 намного больше 2, и 3, и 11 намного больше И вот таким вот 1 плюс 1 может стать разговор сокровенный, разговор по душам И на фестивале порой так хочется поделиться чем-то Услышать мудрый совет, услышать мудрый ответ И у нас есть особые люди, которые смогут реализовать такую потребность Да, это консультанты фестиваля психологии третьего тысячелетия И сейчас мы будем их встречать на этой сцене Под ваши аплодисменты на сцену выходит психолог, тренер, специалист по регрессивной терапии Михаил Астафьев А возможно и не выйдет Михаил, но зато вы видите А, выходит Михаил, ура! Аплодисменты! В сторону еще Добрый вечер, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас в этом зале, на этом празднике, на этом фестивале И во время фестиваля я буду с радостью помогать вам в поиске и осмыслении тех глубинных причин жизненных уроков Которые вы, возможно, сейчас проходите До встречи! Благодарю вас за внимание Благодарим! Хотим пригласить на эту сцену Сергея Шлинкова, ведического острога и коуч-консультанта Ваши аплодисменты Сергею Шлинкову Добрый вечер! Джотиш переводится как свет И он может показать каждому его, именно его, дорогу к процветанию Приходите на консультацию, и мы найдем ее вместе Здорово! А мы приглашаем на эту сцену также психолога, астролога, нумеролога Илону Абель Добрый вечер, дорогие друзья! Я буду очень рада вам помочь, и я здесь для вас Следующим на эту сцену мы хотим пригласить Романа Середового Предподавателя йоги Айенгара, ведического астролога и также мастера тайского йога-массажа И уже завтра мы встречаемся с Романом в 6 утра на нашем раннем утреннем занятии Здравствуйте! Я, как всегда, буду причиной ваших ранних подъемов Сразу прошу прощения, потому что занятия мои в 6 утра Я приглашаю вас на мои также консультации Кто не был, мы поговорим о здоровье, о питании В рамках не только традиционной медицины, но и также восточной аюрведы Спасибо всем! Спасибо большое, Роман, до скорой встречи с вами А мы приглашаем на сцену Андрея Бекгольд Это ведический астропсихолог Поаплодируйте, Андрей Здравствуйте! Я желаю вам счастья, божественной любви Пусть все ваши желания исполняются наибольшим благом для вас и ваших близких Спасибо большое И следующие два наших консультанта идут у меня под подряд Но так как у них одна фамилия Я подумала, может быть, их и пригласить стоит вместе Потому что это Василий Легостаев и Олеся Легостаева Они гипнотерапевты, психологи, тренеры Вообще очень интересные такие друзья наши Вот они поднимаются на сцену Это Василий Легостаев и Олеся Легостаевы Будем рады быть полезным Добрый вечер Всем желаю прекрасного фестиваля И в следующем на эту сцену мы хотим пригласить уникального консультанта В области отношений с детьми Это Алексей Бабаянс Алексей на нашем фестивале будет не только ведущим мастер-классов Но также и консультантом Вновь приветствуем Вас Еще раз добрый вечер Буду помогать Вам в нашем диалоге Чтобы выстроить гармоничные отношения с нашими детьми Спасибо Спасибо большое, Алексей А на сцену выходит девушка с удивительной историей Потому что она когда-то впервые Ее история началась тоже с фестиваля На сцену выходит Ирина Ильина А ныне она уже специалист проекта психология третьего тысячелетия И дипломированный специалист психолог Знаете ли вы, что общего между психологией и картами? Если вы хотите это узнать, я жду вас на своих консультациях Спасибо, Ирина Мы приглашаем Александра Борисова Специалиста в личной сном росте Александр Борисов Добрый вечер, дорогие друзья Очень рад всех вас видеть Правда, плохо вас вижу Но чувствую, что вы все приехали вдохновиться, преобразиться Я сегодня смотрел на эту сцену Видел эти прекрасные цветы И вот внутри каждого из нас вот такой прекрасный цветок И вот когда мы будем встречаться, мы будем эти цветы находить Восхищаться ими, радоваться Буду рад как-то вот помочь вам в этом удивительном таком открытии Спасибо вам Жду на своих встречах, консультациях Спасибо вам за то, что нашли такое красивое сравнение Александр Борисов На сцену выходит Екатерина Винарчук Это психолог, астропсихолог Также коуч-консультант Я рада, что вы здесь на фестивале Я рада, что я здесь на фестивале И как здорово, что все мы здесь сегодня собрались Пожалуйста, жду вас на консультации по формуле души, по остропсихологии Спасибо Спасибо большое, Екатерина Последним консультантом, которого мы хотели бы представить вам сегодня Который сейчас, прямо сейчас находится в машине по дороге из аэропорта Краснодар Это Дмитрий Пшонко Который будет также консультантом, не только ведущим мастер-класса, но и консультантом Поэтому завтра спешите записаться, потому что его консультации улетают просто у нас за 15 минут Поэтому завтра соревнования тех, кто впервые сможет это сделать Но это будет незавершающими консультантами, потому что также на этом фестивале консультации будет считать еще двое ведущих мастер-классов Вот так вот Да, вот такой сюрприз Также консультации будет давать Олег Еременко Это будут консультации астролога? Нет, психолога? Нет, как это называется? По руке читающего человека Паунестри Я забыла это слово, спасибо Мои консультации посвящены тому, чтобы... Что же у нас все время с вашим микрофоном-то происходит? Костю скоро вообще, знаете, расстроится Он у нас, говорит, у него ничего не ломается, так? Мои консультации посвящены тому, чтобы познакомиться с самим собой Кто я? Зачем? И мы будем изучать природу человека, его задачи, его внутренний мир, его жизненные цели Добро пожаловать, спасибо Спасибо большое, Олег И также мы приглашаем на эту сцену Сергея Зайченко И если вы не успеете или вдруг не сможете посетить мастер-класс, то у вас будет возможность попасть на личную консультацию бизнес-тренера На этом фестивале я еще буду давать бизнес-консультации, так что кому нужен экспертный совет по бизнесу, пожалуйста, записывайтесь, приходите, буду рад помочь Спасибо большое А сейчас на сцену выходят, выйдут ребята, которые в принципе могли бы выступить вместе с детской программой И так раньше всегда было, пока наша молодежная программа не выросла в целый свой маленький фестиваль В целый свой отдельный фестиваль И мы поняли, что у них другие взгляды, другие интересы, другие потребности Поэтому сюда выходит не детская уже программа, а молодежная программа фестиваля психологии третьего тысячелетия Поаплазируйте Аплазируйте В сердцем ты живи, людям помоги, мир переверни, небу поклонись В каждом наброске, в каждом черновике, учитель продолжается в своем ученике Всю нашу жизнь мы идем добру Мы здесь живем, чтоб найти любовь Только любовь одну Пусть кто-то скажет, что мир не спасти Но мы же знаем, наши дети будут лучше, чем мы Лучше, чем мы Лучше, чем мы Когда нас здесь не станет Мы будем петь голосами Наших детей И голосами их детей Нас просто меняют местами Таков закон санцары Таков закон санцары Круговорот людей Когда нас здесь не станет Мы будем петь голосами Наших детей И голосами их детей Нас просто меняют местами Таков закон санцары Таков закон санцары Круговорот людей Круговорот людей Когда меня не станет Я буду петь голосами Моих детей Моих детей И голосами их детей Нас просто меняют местами Таков закон санцары Таков закон санцары Круговорот людей Круговорот людей Когда меня не станет Я буду петь Я буду петь голосами Я буду петь голосами Моих детей И голосами их детей Нас просто меняют местами Таков закон санцары Круговорот людей Станете намного богаче, намного счастливее и намного, намного радостнее Мы приглашаем вас в этот путь, путь великих возможностей Молодежь это уже не дети, но еще не взрослые У нас есть возможности, давайте не упустим их Приглашаем завтра вас в 9.45 встречу у Фонтана Приключения Браво! Браво! Все аплодисменты сейчас с собой забирают наши прекрасные артисты Вот вам жалко что ли? Люди пели, старались, репетируют Да давайте поаплодируем, ну? Давайте поаплодируем, похлопаем, погромче, погромче Дорогие родители, вот сейчас прям не шутим Но деток нужно забрать вот сейчас от сцены, поверьте, так нужно Вот прям сейчас вот здесь не должно быть детей Вот это может быть не очень то, что может быть А вы знаете, что захотелось у вас спросить? Вот, Кирилл, ты-то, понятно, с первого фестиваля, да, фестивалишь? Да, фестивалишь? Да? Да, фестивали с первого Ты знатный фестивальщик Вот, а я вот фестивалю с пятого Друзья, а кто приехал впервые на первый фестиваль? Есть такие в зале у нас? Есть? На первый фестиваль? Вы были на первом фестивале? Не-не-не Не-не, а на первом кто был? Есть? Есть, вот они А на втором? Кто первый раз приехал на второй? А кто первый раз приехал на третий? На четвертый? На пятый фестиваль? Кто приехал впервые? Вот мы вместе с вами. На шестой? У нас немного. На седьмой? На восьмой? На девятый? На десятый? А кто приехал впервые на одиннадцатый фестиваль? Вау! Правда? Да! Поздравляем! Мы даже больше себя поздравляем! С тем, что вы доехали! И знаешь, я что поняла? Что с каждым фестивалем ты вспоминаешь именно этот свой первый фестиваль и проживаешь его по-новому. И в каждом следующем фестивале что-то находится из всех других фестивалей, которые уже были, на тех, на которых ты уже побывал. Заходите, заходите, заходите на сцену. Пойдемте все, пойдемте. Сейчас мы расскажем, что такое первый фестиваль. У каждого он бывает свой. Пойдемте поближе. Пойдемте поплотнее. Прошли люди и года, но все равно сюда судьбой ведет спираль. Все здесь больше, чем родня. Все они часть меня. Мы вместе фестиваль. Все росли от года в год. Удивительный народ. И этот стайл не поменять. Всегда он будет для меня. Мой первый фестиваль. Мой первый фестиваль. Мой первый навсегда. Мой друзья и города. С тобой я вернусь сюда. Пойдемте спираль. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, одиннадцатый международный фестиваль психологии третьего тысячелетия Субтитры создавал DimaTorzok Мы желаем вам хорошего настроения и доброй ночи Потому что завтра в 6 утра йога Костя здесь не до песен Дело серьезное, йога в 6 утра Мы вас любим и обязательно ждем новых встреч с вами И не только йога, завтра еще будет айкидо Со здоровительной практикой или оздоровительная практика с айкидо Сходите, потом нам и расскажете, что же там все-таки было на айкидо Итак, завтра в 6 утра мы все ждем вас в спортивном зале А для тех, кто хочет попасть на оздоровительные практики с элементом айкидо Мы ждем вас на футбольном поле И если вы не знаете, где находится спортзал или где находится футбольное поле Вы можете прийти без 10-6 к фонтану И там наши помощники покажут вам путь И также завтра в 8 утра начнутся записи на консультации И очень важное объявление, что завтра после первого занятия йогой У нас будет небольшой отдых И именно завтра утренней настройки у нас не будет Мы немного отдыхаем с вами Встречаемся на завтраке И ровно в 10 часов мы снова собираемся здесь И первый семинар, первую лекцию завтра проведут сразу все вместе Марина Таргакова, Олег Гадецкий и Сергей Аваков Я думаю, что это будет просто мега интересно Всех вас ждем завтра Спасибо за этот вечер Фестиваль без вас не честивалится Вы красивые, нарядные, добрые и очень талантливые До новой встречи! Да!